Добрый вечер, мои маленькие любители стратегий. Сейчас я прокомментирую кусочек из игры, которую записал Седед. Полное видео можно посмотреть на его канале, ссылка будет в описании. Расскажу, о чем я думаю в игре. Начинается битва Титанов. Седед идет в Индраж. Я вижу, что у меня карта гораздо лучше, чем у Седеда. Поэтому я выбираю два воркшоп-старт. Строю храм, три голема. Жду пока будет 1600. И тем временем строю мосты в центр карты, чтобы остановить бриджинг Седеда. Но у меня не очень хорошие домашние гейзеры. Я там провтыкал несколько секунд. И чутка опоздал в центр. Из-за того, что подключал домашние гейзеры. Вы видите, что Седед домашние гейзеры не подключал. У него был небольшой запас по времени. И он быстрее меня оказался в центре. Плюс он виндрашит. Чуть поменьше работы, чем с двумя воркшоп-старт. Конран ему говорит, что у него не работает один селоскейтер. Идет бридж вор. И Седед делает ошибку. Но потом она дорого, конечно, будет ему стоить. Штурмкэт наказывает за любые ошибки в игре. Нужно играть очень аккуратно. Тем временем... У Седеда уже работает первый пост. Я хоть и два воркшоп, но ненамного позднее. Седеда ставлю тоже свой первый воркшоп. У Седеда второй. Ну, там... Один-два гейзера. Поделили мы карту практически пополам. Пока я не знаю, чем играет Седед, за они другими вещами. Смотрю мини-карту, где Седед меня там закрывает мостами. Тоже вот оборону мостами строю. Делаю големов. У меня быстрые гейзеры, поэтому я много големов не делаю. Два голема достаточно, плюс три на домашнем острове. Иду устроить свой третий воркшоп. Пока я до сих пор не знаю, чем играет Седед. Немножко занят... Мостами тоже, экономикой. Продолжаю я строить мосты на востоке. Вернее, на западе идет Паришвар и на востоке тоже. Вот такая фишка неудобная. Я говорю DVMI, чтобы он исключил ситуацию, когда игрок начинает строить от моста свои мосты, и в это время они обваливаются. Чтобы такую штуку исключить из Недшторма, но DVMI пока никак не отреагировал на эту просьбу. Эта штука с обвалом мостов, в тот момент, когда ты начинаешь от них строить, она хоть и не очень часто встречается, но все-таки в каждой игре такой момент есть, и он очень неприятный. И вот только сейчас я увидел на третьей минуте, что у Седеда генератор ветра, и земля у него ветра, и к этому времени мы уже друг от друга закрылись мостами. Я понимаю, что у ветра только два атакующие юнита, это Арбалет и Девилмейкер, соответственно, Арбалет ни при каких обстоятельствах до меня не достанет, только Девилмейкер, я это заранее предвижу, и уже взял Асид Баррикаду в Мастерской Дождя. Едут Сейлскейтеры Седеды, но наказать я их не могу, так как генератор не подведен, если начну подводить, я потеряю и время, и Седед их уведет, а Айс Кэннон у меня нету, потому что я взял Асид Баррикады и Клоуд Флоттеры. Так вот, продолжаю мысль, значит, у ветра два атакующих юнита, Арбалет и Девилмейкер, Арбалет не достает, Девилмейкер контрится Асид Баррикадой, и я понимаю, что мне ничего не угрожает, военный потенциал Седеда полностью аннулирован, и я начинаю строить Флоттеры, так как больше мне заняться нечем. Пока еще плана на игру у меня нет, но я посчитал, что лучшее, что пока что на данный момент мне нужно сделать, это построить Клоуд Флоттеры. И так же я на западе, на востоке играю в Бридж Ворс с Седедом. Не атакуем друг друга, потому что, во-первых, закрылись мостами, во-вторых, с Седедом игра будет долгой однозначно. Это очень редкий случай, когда Седеда можно очень быстро выиграть, скажем, ну вот я перед этим Тираниунгса выиграл за 10 минут, но, конечно, Седедом такого не получится, хотя бы потому, что он закроется мостами, и будет тянуть резину, там ждать респауна и так далее. Не спешит настраивать много транспорта Седед, он понимает, что если он вложится слишком много в Сейлскейтеры, то в конце игры Шторм Пауэр будет залочено в Сейлскейтеры, продавать их жалко, а делать они ничего не будут, потому что Гейзеры будут появляться 1 раз в 2 минуты, в случайном месте на карте, и лучше иметь Шторм Пауэр в наличке, чем залоченном в транспорте. Но у меня ситуация чуть получше, у меня Клоуд Флаттеры, и они будут в дальнейшем играть большую роль, пока вам не скажу какую. Вот, первое нападение происходит на 6 минуте. Такая комбинация двухходовочка, Devil Maker, Ice Barricade, Ice Cannon. Пока я занят захватом карты, вот взял баррикадку солнца, и отвечаю также Devil Maker, но, к сожалению, у Седеда уже к этому времени он построил мастерскую грома и дождя, это ему не очень опасно, но Devil Maker это такой юнит, который играет свою роль от начала до конца игры, так что вкладывать в них есть смысл. Перевооружается Седед, не так много юнитов ветра, взял он самый основной, Devil Maker пока что, Сэлл Скейтерсы, чтобы по-быстрому собирать Шторм Пауэр. По-прежнему продолжается Бридж Вор, я тут не надеялся, конечно, обыграть тут на территории Седеда его, или за Аркспайрить его домашний остров, ну так пока что отвлекаю, отвлекаю, жду, может быть подъедет транспорт Седеда, я смогу его подстрелить, у меня к этому времени уже тоже есть Ice Cannon. Мои Големы тут пока что не ходят, куда нужно, скажем так, ходят подыхать, ну вот, слава богу, они возвращаются, остались живы, я немножко отвлекся на Бридж Вор, не доконтролил Големов, но я и не вкладывал деньги в Големов, они мне были нужны только чтобы построить флаттеры, разбивают солнечную баррикаду, Седед, уже у него побольше юнитов настроено, 3 Девилмейкера, 2, 3 Ice Cannon, Винтауэр, даже диск поставил, наверное, хотел Големов убить, я не знаю, зачем диск, я пока что думаю о плане на игру, и вот я вижу, что открылись Сэлл Скейтерзе, и ставлю Тандер Кэннел, чтобы по ним стрелять, но по неизвестной причине, то ли, какое, не знаю, чутье какое, то ли что, Седед увел Сэлл Скейтерзе, а фишка Тандер Кэннон в том, что чем дальше она стоит, тем больше урона она наносит, ну, грубо говоря, если вы поставите Стон Тауэр, и поставите Тандер Кэннон в упор, и дадите стрельнуть ей, и поставите Тандер Кэннон на максимальной дистанции, дадите ей стрельнуть, то вот на максимальной дистанции дамага она нанесет больше, Продолжаю я защищаться, а Седед меня обстреливает. Здесь такая неприятность на карте сложилась, что мы хотя и поделили её 50 на 50, но мой самый главный аутпост находится в центре, прямо на границе. А вы видите, что аутпост Седеда находится очень далеко от границы, поэтому мне пришлось вернуться назад. Я тоже взял Дэвил Мейкеры, так как этот юнит с максимальной дальностью на ряду с Тандер Кэноном. И у меня постепенно сейчас уже вырисовывается план на игру с Эндедом. Я решил, что я буду воровать у него Штурм Пауэр с его территории, и на эти деньги я буду строить Тандер Кэноны и Дэвил Мейкеры, так как это единственные юниты, которые достают до Седеда. Его объекты очень далеко находятся от экватора, от границы. И это, собственно, и был мой план на игру. Воровать Штурм Пауэр и строить Тандер Кэнона. Ну, конечно, я слежу и за другими событиями на карте. Я внимательно смотрю, где ездят Сэлл Скейтерзы, но, к сожалению, у меня там стоит Тандер Кэнон, и нет места, чтобы подстрелить. Но забегаю вперед. Я хочу сказать, что игра продлилась полтора часа, и за полтора часа я все-таки расстрелял все Сэлл Скейтерзы, которые были у Седеда. Вот, обратите внимание, я лечу в центр воровать Штурм Пауэр, хотя у меня внутри тоже есть гейзеры. Но я слежу, чтобы Седед не поставил там никакую эсет-баррикаду, чтобы флаттеры тоже не нарвались на случайную эсет-баррикаду. Лечу воровать Штурм Пауэр уже на восток. Не грозит мне пока что ни Арбалеты, ни Диск Тровер, ни Вандер Тауэрс. Единственное, что может убить Клоуд Флоатор, это айсет-баррикада, и где-то в конце игры Седеда удастся распилить несколько Флоаторов, там штуки 3-4 он распилит. Но я убил транспорта намного больше, как я уже сказал, что я убил все сейл-скеттерсы, у него и убил порядка 5-6 эр-шипов. Седед разово не строил эр-шипы, он строил 1-2, но когда я их убивал, убивал я их в основном с помощью тандер-кэнонов, так как Седед контроллер контролил эр-шипы и мне не удавалось их распилить эсет-баррикадами, да и построить эсет-баррикаду на территории Седеда было просто невозможно. Поэтому я расстреливал эр-шипы из айс-кэнонов и тандер-кэнонов, когда они приземлялись в гейзер, чтобы подбирать кристаллы. Тем временем прорывается Седед на мою территорию, но я особо по этому поводу не парюсь, потому что, ну, во-первых, у меня преимущество по деньгам, вот мой разбит центральный аутпост, самый главный аутпост для меня в этой игре, пришлось его перестроить, а вторжение Седеда я не боюсь, потому что есть эсет-баррикады, если он попытается построить хоть какой-то юнит внутри моей территории, я его моментально распилю. Но такие прорывы, скажу уже сбегая вперед, они в конце игры сказались, это как джеб в боксе, да, который там наносится сотнями за бой, но в конце боя от этого может, да, там заплыть полностью, полностью заплыть, заплыть глаз, и вот, вот эти бриджи, они бесплатные, и они как джеб в боксе, то есть их строишь, 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 вроде бы ничего такого страшного, им нельзя выиграть, нельзя проиграть, но они свое дело делают, и в конце игры у меня просто уже не было места, чтобы строить свои юниты, даже на своей территории, и некоторые ключевые юниты, ключевые эсет-баррикады, ключевые винтауэр, тем более аутпост вот этот самый главный, Седеда, они были просто в недосягаемости, я не мог их подбить. Ну и что касается вот этой полторы часовой игры, мы по-разному немножко распределили свое время. Седед тратил все свое свободное время на подстройку мостов, он их настроил по моим подсчетам чуть больше тысячи, я так думал, где-то тысяч пятьдесят, тысяч сто, я тоже настроил мостов немало, ну где-то в районе восемьсот мостов я построил. Вот и сейчас я хотел убить Сэлл Скэтер и Седед, распилить их, но Седед это увидел и не получилось у меня в этот раз. Если вы посмотрите игру с точки зрения Седеда, вы услышите, что он теряет очень много юнитов, здесь без звука этого, конечно, незаметно и не показано на карте, вы только в верхнем правом углу можете видеть, что юнит лосс, там такой-то юнит лосс, такой-то юнит лосс, на самом деле Седед потерял в два раза больше юнитов, чем я, и вот это моя фишка, то, что я контролил каждый свой юнит, не давал Седед убивать свои юниты, убил много юнитов Седеда, я получил кучу килл реварда, плюс воровство гейзеров Седеда, мне позволило играть дорого, то есть на каждую там айскэнон Седед я мог строить тандеркэнонс, а на каждую санкэнон Седед я мог строить свою айскэнонс, то есть я мог как бы играть дороже, играю дороже, но я могу себе это позволить из-за своей стратегии с клоудфлаттерами. Седед продолжает меня забридживать, плотненько он меня забридживает, не оставляет мне места для атаки, я занимаюсь тем временем воровством штурмпауэр по карте, и мы немножко по-разному, опять же я повторю, мы немножко по-разному распределили время в игре. Седед все свободное время, как вы видите, тратит на постройку мостов, а я все свободное время трачу, думая о тем, как выиграть эту игру. Я просто смотрю в какую-то точку карты, не двигаю экран, смотрю и считаю варианты, что я могу предпринять. В частности, для того, чтобы ломать мосты, я использовал тоже сам баррикады, строил их вплотную к своим мостам, продавал их, чтобы не было слышно мелдауна, чтобы не было, как говорится, юнит-лоста никакого, и ломал мосты, и также контратаковал Седеда. На данном этапе моя задача была уничтожить все эйсид баррикады Седеда, чтобы мои Devil Maker сгрызли Винтауэрс, а затем мои Тандер Кэннонс уже пробили аутпосты Седеда. И в конце игры, где-то час двадцать, час двадцать пять, мне все-таки вот здесь удалось на востоке запостить вот этот нейтральный остров, и дальше пробить восточный аутпост Седеда. Пока Седед обходится с Элс Кэтерзами, но в эндгейме он перейдет на эршипы. Эршипы имеют жирные хитбоксы, я думаю, у флоатора хитбокс один на один, а у эршипа, наверное, четыре на четыре, и в него легче стрелять с Айс Кэннонса и Тандра Кэннонса. Ну, защищаю свой центральный аутпост, если его сдать, то здесь Седед какой-нибудь фигни настроит, и уже с нейтральной территории бой продвинется, да, вглубь моего острова, что мне невыгодно. Плюс, где-то здесь могут появиться гейзеры, я не смогу их собирать. А в эндгейме, когда каждые двести штурмпауэр дороги, как говорится, собрать 3000, это очень жирно, и это, конечно, может переломить игру. А тем временем Седед делает строго оппозиционно там, что хочу сделать я, он без конца перестраивает эйсит баррикады, как вы видите, он минут 10-15 ничем не занимается, просто перестраивает с места на место эйсит баррикады. Тандра Кэнонов у меня накопилось уже достаточно много. С одной стороны, их дальность позволяет контролировать очень много вертикальных клеток, где опять-опять едут эти, и опять он их законтролил. Я уже хотел их и подорвать, но потом взял сандиски, тоже сандисками в них немного пострелял, хоть с одного раза не убьют. Вот здесь я ставлю хитрую санд баррикаду, я ставлю ее не для того, вот я ее продаю, но здесь шанс 50 на 50, вы можете ее продать, и мост будет обломлен, вы не сможете продолжить бриджинг, но также шанс 50%, что она продастся, и мост ровненько отвалится, и вы сможете продолжить свою линию, я хотел продолжить здесь линию вперед, чтобы пройти к самому главному, вот этому аутпосту, который сейчас защищает CD с помощью винтауэра, для него это самый главный аутпост. Если его завалить, то уже можно отсюда налево-направо атаки производить. Мне до конца игры не удалось его завалить, но я на востоке все-таки прогрыз парочку аутпостов уже на час 25, так где-то час 30, вот так я там все-таки прогрыз, в конце концов. Да, и прелесть Тандер Кэннов еще в том, что если они не повреждены, очень важно смотреть, чтобы они не были повреждены, потому что в них залочено много штурмбала, то есть они стоят где-то 1200, и соответственно, когда вы продаете, вы получаете 300. А 300 это, ну, сандиск, например, или солнечный генератор. Там чуть-чуть добавил, уже можно санкэнон поставить. То есть полезная вещь, а если она будет повреждена, то вы уже продаете ее за ноль, и 1200 просто тю-тю у вас. Вот здесь, кстати, Тандер Кэннон, который вы сейчас видите слева, я оставил ее не для того, чтобы аутпост убить, я оставил ее, чтобы убить Сэлл Скаетерза. Всю игру я охотился за Сэлл Скаетерза, и все я их перебил. Тем временем Сэдет чуть-чуть довооружился, взял он булворк. Ну, а мне ничего не остается, обстрелять булворк, и потом обстрелять Тандер Кэннон. Продолжаю я защищать центральный аутпост, тем временем пошел Airship, и вот здесь я поставил диск, но хитрый Сэдет, он без конца вводит мышку по карте, видите, он зажимает Alt, и мышка по карте вводит, и все он видит. Но пока что диск убивать он не стал, он знает, что его распилили Девил Мейкеры, а с моей стороны я немножко его притормозил, чтобы он не смог собирать Штурм Пауэр, ни Сэлза, ни Вит, Сэлза его простаивают, ни Сэлза, ни Airship, и вот он сейчас летит воровать ко мне, я тоже лечу собирать этот Гейзер, и тут, по идее, я должен где-то был поставить Сан-Диск, может быть в этот момент, может быть, вот я ставлю Сан-Диск, да, еще, как говорится, игра свежа в память, я ставлю Сан-Диск, но Сэдет моментально отсюда улетает, но ему это не поможет, я все его Airship тоже перестреляю, он останется в конце игры там без денег, у него будет 18 Штурм Пауэр, и он скажет свою знаменитую фразу, что посмотрите, как я измотал, Штурм Кэта, напоминает одного известного, так сказать, политического лидера, нацистского, который сейчас ведет войну на Донбассе, вот он любит такие заявления тоже делать, игра получилась очень классной, напряженная она была где-то первые минут пять, потому что первые пять минут, как бы все решалось, кто выиграет, кто проиграет, кто отгородит себе большую часть карты, хотя бы 60%, кто-то выиграет. Ну, мы как бы равные игроки, и по пониманию, и по скорости игры, да, я чуть-чуть больше, вот я опять ставлю диски, хочу и селл скейтерзы убить, и эршип пострелять, и как назло, садет опять все видит, он контролит, но начинается клоунада, он запускает селлзы вперед-назад, вперед-назад, я их продаю в надежде, продаю сандиск в надежде на то, что там крэкнутый мост, и все селлзы обвалятся. Но там, к сожалению, не было крэкнутого моста, я перестраиваю еще один диск, уже под крэкнутый мост, если поедут селл скейтерзы, я моментально продаю сандиск, и все селлзы обваливаются. Напоминаю, полную версию игры смотрите на канале Седеда, это Недшторм Гейминг в Ютубе, также ссылка на его канал будет в описании, есть там еще две игры мои с Тираниуксом, и вы можете посмотреть полную полторачасовую видео. Наши дуэли ПВП с Седедом, дал я нарочно умереть сандиск, чтобы обвалились мосты, я хотел пройти вперед, вот вы видите, что кусочек торчит моста, я специально дал взорваться сандиск, чтобы вперед продвинуться мостами, но мне это, к сожалению, не удалось, Седед ставит сандкэнон и закрывает брешь, тем временем у меня очень много накапливается стандеркэнон, они все контролируют, у Седеда остается все меньше и меньше места, где он может безопасно ставить свои эсид баррикаду, он постепенно отступает вглубь своей территории, я продолжаю разворовывать штурм пауэр по карте с помощью флоаторов, вот очередная баррикадка уничтожена, и немножечко, сейчас Дэвио Мейкера что-нибудь погрызут, он хитрый Седед ставит диск, чтобы пострелять по моим тоже баррикадкам, очень важны были эсид баррикады в этой игре, с обеих сторон были очень много Дэвио Мейкеров, не так активно мы используем булварки, вы видите почему, они обстреливаются, и они очень дорогие, поэтому в такой маневренной игре, вот я опять ставлю сандиск, чтобы пострелять по эршипу Седеда, и опять уже в который раз, наверное, раз в десятый, он опять контролит свой транспорт, и не дает его убить, но конечно, чем дольше длится игра, тем больше притупляется внимание игроков, и уже когда пройдет час, Седед уже будет, конечно, не такой свежий, притупится внимание, и в конце концов, я перестреляю у него весь транспорт в игре, ну а пока, это середина игры, я продолжаю придерживаться своего плана, идет харазминт транспорта Седеда, идет воровство Штурмпауэр, с помощью Клоудфлааторов, и идет обстрел, есть это баррикад, также мы оба внимательно смотрим, где обваливаются мосты, чтобы можно было пробиться вглубь территории врага, и так как у нас у обоих есть мастерские грома, мы можем поставить Аркспайр, очень сильный юнит, который за несколько секунд сносит аутпост, у меня пока все складывается отлично, на карте закончились все стартовые гейзеры, уже 20, какая 8 минута идет, или какая, я сейчас не вижу, ну приблизительно 28, минута уже идет, и все стартовые гейзеры закончились, и теперь будет гейзера появляться, один гейзер в 2 минуты, для каждой стороны, соответственно, один для Седеда, один для меня, и гейзеры будут появляться в зависимости от того, сколько Штурмпауэр выведено из игры, для того, чтобы вывести Штурмпауэр из игры, нужно продавать юниты, поэтому, а сейчас, вот на 30 минуте, кроме Воровства и Кьюри Вард, сейчас я также займусь продажей юнитов, то есть я сейчас начну продавать Тандер Кэноны, начну продавать Эсид Баррикады, Айс Кэноны начну продавать, чтобы пополнить свою казну, и чтобы спровоцировать появление новых гейзеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова